Здравствуйте, я Ольга Тоцкая в эфире программа о законах, которые регламентируют нашу жизнь. В ближайшие 15 минут расскажем о работе депутатов Новгородской областной думы, законах и законодательных инициативах, которые рассматривались и принимались на этой неделе в стране и в нашем регионе. С 1 сентября больничные по уходу за детьми до 8 лет будут оплачиваться в размере 100% среднего заработка родителя, который ухаживает за ребенком, вне зависимости от стажа работы. Причем новая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей. Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования. К тому же родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы. Все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа. Однако важно помнить, что есть предельные сроки оплаты таких больничных, и они зависят от возраста ребенка и тяжести его заболевания. Если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год и 90 дней, если заболевание тяжелое и входит в специальный перечень. Если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается не больше 45 дней в год. В случае ухода за больным ребенком инвалидом, больничный лист оплачивается за весь период лечения, но не более чем за 120 дней по всем случаям ухода за ребенком и так далее. Отмечается, что новым порядком расчета теперь смогут воспользоваться около полутора миллионов родителей ежегодно. Пенсионный фонд опроверг сообщение об исчезновении трудового стажа из электронных трудовых книжек, которые распространили некоторые СМИ. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства. В нем поясняется, что электронные трудовые книжки формируются исключительно по данным, которые работодатели направляют в пенсионный фонд. Каждый работник может проверить их в личном кабинете на сайте ведомства или на портале госуслуг. Если он увидит, что на его лицевом счете отражены не все сведения о местах работы, ему просто нужно направить обращение работодателю, который внес некорректные или неполные данные, либо обратиться в пенсионный фонд. Специалисты помогут сделать запрос работодателю или в архив, если компании, в которой работал человек, уже не существует. Напомним, что с 2021 года учет трудовой деятельности граждан, которые вышли на работу впервые, ведется только в электронном виде. Те, кто начал работать раньше, могут подать письменное заявление о переходе на электронную трудовую книжку. В нее, как и в бумажную, вносятся необходимые сведения о трудовой деятельности, работодателях и периодах работы, должности, профессии, специальности, квалификации, даты и номера приказов кадровых мероприятий, основания для прекращения трудового договора. Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Меры ответственности за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут быть включены в новую редакцию кодекса об административных правонарушениях. Ранее подобный закон, который распространялся бы на автомобилистов и мотоциклистов, предложили принять столичные власти, но теперь норму хотят распространить на всю страну. Инициаторы поправок считают, что любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой, как ночью, так и днем. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться. Сейчас обсуждается введение штрафа в 5000 рублей. Согласно действующему законодательству, уровень шума не должен превышать 55 дБ с 7 утра до 11 часов вечера и 45 дБ в ночное время. На шум от транспорта, в том числе и автомобилей, следует жаловаться в управление Роспотребнадзора. Главным событием этой недели стал, конечно же, День знаний. Несмотря на то, что коронавирус пока не отступил, власти страны приняли решение не переводить школы, средние и высшие учебные заведения на удаленку и разрешили провести 1 сентября в привычном очном режиме. Но с некоторыми ограничениями. Целой школой с большим количеством приглашенных собираться на торжественной линейке все же небезопасно. Поэтому мероприятия были камерными. В микрорайоне Боровичей Сосновки решили уделить особое внимание малышам, ученикам начальной школы и, естественно, первоклашкам. Всего их в этом учебном году 16. А вот в городской школе номер 4 в несколько раз больше. Удалось набрать сразу три первых класса. Сегодня для вас особенный день, который запомнится надолго, на всю жизнь. Сегодня вы стоите на пороге новых открытий, новых интересной жизни. Открываете мир знаний и новых достижений. Вчерашних детсадовцев на их первой в жизни школьной линейке пришли поддержать не только родители, но и те, для кого этот учебный год самый ответственный, потому что последний. Учащиеся 11 класса приняли малышей в большую школьную семью, а те в ответ сразу дали понять, что не подведут и к учебе полностью готовы. Ничего еще не знаем, но учиться мы хотим. На урок не опоздаем, без причин не проспим. Папа с мамой почему-то сильно волновались. Говорят, не спали ночь, за меня боялись. Некоторые родители действительно места себе не находили от волнения. И это неудивительно. Ведь кажется, что еще вчера они держали на руках крохотного ребенка, пеленали, укладывали спать. А сегодня он, уже совсем взрослый, усердно готовит учебники и тетради и даже не разрешает понести за него тяжелый портфель. Но председатель Новгородской областной думы Елена Писарева поспешила успокоить взволнованных мам и пап. Ведь нынешним школьникам можно только позавидовать. У них есть то, о чем лет пять назад можно было только мечтать. Все больше учебных заведений обзаводятся обновленными классами информатики, технологии. Оборудуют классы для занятий по робототехнике, моделированию и программированию. Причем, если раньше это было доступно только в крупных городах, то сегодня даже небольшие сельские школы открывают у себя современные детские лаборатории. Сегодня в школах происходит очень много перемен. Начинаются точки роста практически везде, практически в каждой школе. Узнают очень много ребята из того оборудования лабораторного, которое приходит новое в школу. Это современное оборудование, 3D принтер. Когда бы мы мечтали, что в школах это было, и на сегодняшний день это у нас вот есть, и даже есть специальные вышивальные машины, которые только нажимаешь, кнопочки различные, и машина уже вышивает. То есть, вы знаете, вот настолько много всего, но хочется каждой школе такое. Ох, как хочется! Поэтому я очень благодарна Путину, Владимиру Владимировичу, президенту нашей великой страны, именно за то, что сейчас будут происходить колоссальные, глобальные ремонты наших школ. Ах, как мы и давно этого ждали! Ах, как давно не ремонтировалось! У нас где-то что-то отдельное, где-то крыша, где-то окошечки, где-то еще что-то. А вот так, чтобы в комплексе, вот это вот будет сейчас. Спасибо президенту вот за эту инициативу, и за возможность участвовать вот в такой работе всем нашим учительским коллективам. И как раз теми, кто скоро в эти коллективы войдет, Елена Писарева решила встретиться в День знаний. Спикер познакомилась со студентами Боровического педагогического колледжа, выпускницей которого является сама. Своим младшим коллегам, будущим учителям, она пожелала терпения и целеустремленности. Через несколько лет, 1 сентября, многим из них предстоит повезти в классы собственных учеников. Председатель областного парламента заверила, что школы Новгородской области очень ждут молодых педагогов, и проблем с трудоустройством у выпускников одного из лучших колледжей региона точно не возникнет. Здесь нас учили прежде всего доброте. Нас здесь учили любви к детям, любви к жизни, любви к замечательной науке педагогики. И я нисколько, вот если бы повернуть жизнь назад и сказать, что, что бы ты изменил в своей жизни, вот именно годы обучения здесь, вот в этом замечательном учебном заведении, у нас тогда было Боровическое педагогическое училище, так оно называлось, никогда бы не променяло ни на что. Праздник День знаний прошел не только в школах и колледжах, но и в детском саду села Анциферова Хвойнинского района. В прошлом году в рамках действовавшей в регионе программы «Детские площадки детям» на территории района были открыты два игровых комплекса в поселках Юбилейный и Песь. Но с наступлением пандемии продлить проект, автором которого является председатель регионального парламента Елена Писарева, не удалось для экономии бюджетных средств в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Анциферовский детсад в числе многих других лишился возможности получить уличное игровое оборудование по программе, но на помощь пришел местный благотворитель. В этом году, когда Елена Владимировна приехала в Анциферов, действительно, это была ее идея. Вроде в областном бюджете как бы не запланированы были детские площадки на этот год, но договорились мы вместе, что постараемся и поможем все-таки еще одному садику, нашему садику приобрести детскую площадку. Площадка сертифицирована, то есть она имеет паспорт безопасности. Эта площадка как раз вот для детей нашего маленького возраста. Хочется, чтобы наши ребятишки, они веселились, играли, развивались на современном вот таком оборудовании. Мне очень хочется сейчас поблагодарить главу округа Светлану Анатольевну. Светлана Анатольевна, спасибо большое вообще за поддержку на протяжении вот всех этих лет, поэтому вместе с вашей помощью мы смогли добиться очень хороших и позитивных результатов. И я уверена, что у нас еще все впереди и много мы чего еще сможем сделать. Еще в прошлом году здесь был пустырь, а теперь на нем установлены новые качели с канатной сеткой и горкой, яркий пластиковый домик, качель-скамейка, мини-скалодром, лесенки, дуги. Но и это не все. До конца недели на этой же площадке должны появиться еще два небольших игровых комплекса. На прогулку сюда смогут приходить и самые маленькие воспитанники, и детки из старших групп. На прошлой неделе в селе Машинское состоялась встреча с местными жителями по вопросу будущей газификации района. По поручению президента страны Владимира Путина все отдаленные населенные пункты должны быть газифицированы. Причем все эти должны быть доведены не просто до границ деревни или села, а до каждого домовладения, жильцы которого хотели бы пользоваться голубым топливом. А в Машинском желающих достаточно. Уже много лет жителям приходится пользоваться газовыми баллонами, что неудобно и небезопасно. Да и в летний сезон газа на всех порой просто не хватает, ведь к постоянно проживающим прибавляются еще и дачники. С Боровичей привозят на нашу станцию газовую, и там мы ездим, и по заявкам нам распределяют этот газ. У меня, например, хватает и на три месяца, у кого-то на месяц только хватает. А летом вообще, конечно, сейчас заготовки идут, газа очень много идет. Проект газопровода уже есть. Сейчас он проходит необходимые экспертизы. Строительство же начнется в следующем году, и к 2024-му планируется его завершить. Тогда же стартует подключение домовладений. Ветка пройдет от Боровичей до Машинского района. Это более 47 километров. Вся основная трасса была обсуждена и с правительством Новгородской области, и Лена Владимировна принимала непосредственное участие, и глава вашего муниципального района. Определились, как она правильно пойдет для того, чтобы впоследствии возможность подключения могли иметь еще и населенные пункты, которые попадают по пути до села Машинского. Проектная документация и проект планировки обсуждался предварительно. Сейчас он будет передан Министерству строительства, архитектуры и имущественных отношений для утверждения. Если деревня находится рядом с газопроводом, распределительная компания будет принимать заявки и газифицировать дома всех желающих, заверила Валентина Захаркина. Но есть нюансы. Чтобы природное топливо получили жильцы многоквартирного дома, согласие на прокладку сетей должны дать абсолютно все собственники. То же самое и с малыми двухэтажными застройками. Если один из соседей не захочет подключаться, придется искать какое-то решение – обращаться за помощью к юристам. Нам сейчас самое главное понять, сколько людей захотят подключиться. Если это будет один человек – это одно. Если это будет 20, 30, больше, 10 – мы должны это понять. Если почувствовать район, вот вы сами здесь, что это необходимо, там до деревни Мельник от распределительной сети сколько там остается, но до деревни Мельник она будет построена, это уже понятно. А если дальше у нас с вами больше расстояния 200 метров, то, соответственно, понимать, сколько это будет людей. Вот мы сейчас такую же задачу, такую же задачу мы сейчас поедем решать в Боровический район. Нельзя забывать и о повышенных требованиях к самим зданиям, которым будет подводиться газовая труба. Все должно соответствовать современным стандартам безопасности. Так что вполне возможно, что некоторым домам потребуется реконструкция, и заняться этим вопросом лучше заранее, пока основной газопровод еще не построен. Это была программа о законах, о тех, кто по ним живет, и о тех, кто их принимает. Мы увидимся с вами ровно через неделю. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова